Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Представляю Владимира Дащенко, сотрудника компании лаборатории Касперского, который расскажет вам о нашей симфонии. Прошу. Продолжение следует... Дорогие коллеги, доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Дащенко. Я работаю в лаборатории Касперского, занимаюсь различными исследованиями. И вот уже практически 15 лет моя жизнь связана с кибербезопасностью. С практической ее частью. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на такую интересную тему, как симфония. И сегодняшний свой доклад я начну не с каких-то технических историй, с тех уязвимостей, которые мы нашли, или каких-то новых атакеров мы нашли. Нет. Сегодня мы с вами начнем нашу историю, наш путь с того, как начался, как появился симфонический оркестр. Люди издревле старались найти созвучие, гармоничное созвучие. Начиная еще со средних веков, люди собирались различными группами, брали одни группы инструментов, струнные, духовые, и пытались их воспроизводить вместе. Вроде получалось, вроде нет. И, наконец, первым открывателем, первооткрывателем симфонического оркестра был Людвиг Ван Бетховен. Он создал тот оркестр примерно в том виде, в котором мы его видим сейчас. Он собрал группу из 45 человек и смог их направить в нужном русле. Уже позже, в XIX-XX веках, люди собирали большее количество музыкантов. Например, Вагнер или Малер, они собирали до 110 музыкантов в одном симфоническом оркестре. И симфонический оркестр в том виде, в котором мы его видим сейчас, он уже прижился и его практически не меняет. Есть некоторые вариации, но так или иначе в центре всегда находится человек, дирижер. Это основной драйвер, основной, скажем так, менеджер симфонического оркестра. И потом слева направо мы видим основную часть, да, это скрипки, альты, виолончели, вторые скрипки. И уже на задних рядах уже есть низкочастотные, низкие инструменты, трубы, различные тромбоны и так далее. Но вопрос, при чем здесь кибербезопасность? Наверное, это как-то связано с вашей инфраструктурой. Давайте посмотрим. Если мы посмотрим на типичную структуру, инфраструктуру вашего предприятия, любого малого бизнеса, среднего или большого, у вас всегда есть набор различных активов, у вас всегда есть набор различных средств, бизнес-процессов, информационных процессов и так далее. И для каждого из активов вам требуется свое специализированное средство защиты, и это нормально. Для рабочих мест вы используете одно средство защиты, для каналов связи совершенно другое. И как-то бывает так, что внутри одной компании вендоры или производители средств по безопасности, они совершенно разные, разношерстные. Но, как говорится, горячее время ставит свою пробу, и поверх всего бизнес и компании требуют того, чтобы, кроме средств защиты, вы еще как владельцы активов всегда оставались в курсе последних трендов, последних новостей, которые происходят в мире кибербезопасности, или так называемая threat intelligence. Это информация о новых угрозах, о самых новейших, я бы даже сказал. И когда мы берем вот этот весь набор активов, набор вендоров, и еще и поливаем сверху threat intelligence, и все это от разных производителей, мы, конечно, получаем некоторое созвучие, но оно может выглядеть примерно вот так. Вы слышите музыку, но она не так прекрасна, как произведение Вагнера или Рихтера, например. Когда мы говорим про современные угрозы, что сейчас меняется? Ну, дамы и господа, мы живем сейчас в мире не просто турбулентности, а динамично меняющейся среды. Мы провели исследование, некоторые вот буквально недавно и выяснили, что количество закладок в продуктах, которые относятся к open source, это программный код, который распространяется, доступно для всех, выросло практически в 20 раз. Мы видим, что идет огромный рост шифровальщиков, которые нацелены исключительно на активы, расположенные в Российской Федерации. Количество DDoS-атак за первый квартал этого года выросло в 4,5 раза, а на медиаресурсы практически в 45 раз. Мы видим, что профиль кибер, даже не злоумышленника, а кибер-негодяя, он смещается. Сейчас группы, которые относятся к активистам и просто вот каким-то ломателям, они смещают свой профиль из, грубо говоря, с того, чтобы ломать все, они начинают ломать прицельно. И это плохо. Это неудобно. И это ведет к катастрофическим последствиям. Мы видим, среди наших коллег, мы видим, что количество расследований выросло в 5 раз. И, соответственно, мы наблюдаем, это известно уже из средств массовой информации, что и количество утечек персональных данных и корпоративных данных растет с каждым месяцем все больше и больше. И, к сожалению, растет количество спама и фишинга. И в марте спам и фишинг вырос на 240%. Огромное количество, просто гигантское. Как быть? И что с этим делать? Этим вопросом задаются многие. И многие предприниматели, и владельцы бизнеса, и менеджеры. И на самом деле, если мы еще раз обратимся к истории с симфоническим оркестром, мы видим, что в целом люди, они стремятся к гармонизации, они стремятся к некоторому экосистемному подходу. Вам, конечно, вы, конечно, можете иметь различные виды активов и закрывать их различными решениями по безопасности, но гармоничнее всего иметь решение одного вендора. Потому что разные решения от одного вендора, они могут обмениваться информацией друг с другом. Вы получаете актуальнейшую информацию об угрозах от одного вендора. И получается такое замкнутое, гармоничное, экосистемное решение. Так мы пришли к идее, что нам необходимо написать свою симфонию. И мы ее назвали Касперский симфония. Это полностью экосистемный подход к безопасности как малого, среднего, так и крупного бизнеса. И на самом деле, честно говоря, очень крутое решение. У меня есть несколько вопросов к вам. А вот как вы считаете, как, может быть, вы знаете, сколько групп инструментов есть в классическом виде в симфоническом оркестре? Кто-нибудь знает? Шесть. Еще варианты? Правильно. Четыре. В классическом виде в симфоническом оркестре есть четыре группы музыкальных инструментов. Это струнные смычковые, деревянные духовые, медные духовые и ударные. У нас тоже четыре основных вот этих вот камня, на которых базируется кибербезопасность предприятия. У нас есть базовый камень под названием Endpoint Protection. Это защита конечных узлов. Без этого никуда. Да, вы можете создать огромное количество различных решений, внедрить их везде по всей инфраструктуре. Но все основные атаки идут исключительно через конечные узлы. У нас есть суперинтеллектуальное решение Managed Detection Response. Это когда, ну, об этом мы чуть позже поговорим. Второй вопрос. Какой инструмент является основным практически у любого симфонического произведения? Вспомните времена года Вивальди. Скрипка. Правильно. Скрипка является основным музыкальным инструментом. И это обуславливается тем, что, во-первых, у скрипки широчайшая гармония звучания. И зачастую скрипки являются ведущим, так сказать, инструментом во время симфонического оркестра. У нас есть своя скрипка. Основное, как я уже говорил, это защита конечных узлов. Это уже не просто классический антивирус. Нет, ни в коем случае. Это сложнейшее, высокоинтеллектуальное решение, которое осуществляет огромное количество задач за пользователя. Еще вопрос. Предком какого музыкального инструмента был охотничий рок? Как вы считаете? Что? Труба? На самом деле волторна. Волторна использовали... Охотничий рок использовался охотниками для того, чтобы передавать информацию на больших расстояниях. Низкочастотный звук. Его отлично слышно. И потом охотничий рок переродился в волторну. И, если я не ошибаюсь, волторна стала использоваться в музыкальных коллективах с конца 17 века. У нас есть условно своя волторна, чтобы обмениваться информацией внутри инфраструктуры одной компании, между различными активами. Это МДР, это высокоинтеллектуальное решение, Managed Detection Response. Это включает в себя не просто какой-то программный продукт. Это еще и сервисы, интеллектуальные сервисы, обеспечиваемые аналитиками нашей лаборатории. И, наконец, еще один вопрос важный. Какой музыкальный инструмент первоначально использовался во время сражений? Нет, не барабан. Давайте посмотрим. Это были литавры. Еще древние греки использовали литавры во время сражений, чтобы запугивать противника. И потом литавры мигрировали уже в симфонический оркестр. Но в современных реалиях нужно признаться, что современного злоумышленника достаточно сложно чем-то запугать. Но злоумышленника, его жизнь можно сделать условно невыносимой. Можно сделать защиту такую, что атака будет дороже стоимости актива. И в этом нам помогают наши литавры. Два типа решений. Это EDR и XDR. И если мы посмотрим на то, как в целом функционирует линейка продуктов, относящихся к Касперской симфонии, мы получаем, во-первых, законченное решение, экосистемное, моновендорное. И владельцы актива получают полную достоверную информацию и могут управлять своей защитой. Теперь кибербезопасность становится похожей на управление симфоническим оркестром, но в упрощенном виде. И в результате что мы получаем? Вы можете осуществить, грубо говоря, миграцию от левой стороны к правой. И вы получаете профессиональный киберсимфонический оркестр под управлением вашей команды по безопасности, аналитиков и так далее. И всегда у вас есть помощь лаборатории Касперского силами Threat Intelligence или различными аналитическими подразделениями. Ну, на этом у меня все. Я закончил свой краткий экскурс в историю симфонического оркестра и постарался вам рассказать про наше интереснейшее решение. Володя, спасибо большое. Давайте наградим аплодисменты нашего маэстро за такую необычную художественную трактовку. И надеюсь, что на следующем инопроме будут и скрипки, и литавры, и волторны. Спасибо, Володь. Следующий докладчик я бы хотел пригласить с небольшим сообщением Дмитрия Лукьяна, директора департамента платформы Касперский ВОЗ. Дмитрий расскажет, а что же дальше в этой бесконечной гонке между теми, кто догоняет, и теми, кто открывает какие-то новые уязвимости. Мы решили этому положить конец, и мы расскажем про то, как будет выглядеть кибербезопасность в будущем. Дмитрий Лукьян. Коллеги, добрый день. Володя, спасибо за интереснейший доклад. Прямо затронул все струнки души кибербезопасника. Давайте посмотрим чуть-чуть в будущее. Сейчас нам откроют прекрасную презентацию. Я вас рад всех сегодня видеть здесь, коллеги, друзья. Давайте еще чуть-чуть подождем. Непрекрасная погода в Екатеринбурге. Не был здесь несколько лет. Город меняется к лучшему. Можно? Эх, видимо нельзя пока еще. Так. Дим, ты начни концептуально, а мы сейчас тут поборемся. Да, давайте начнем концептуально. Начнем мы вот с чего. Я думаю, что цифровизация, вы все сами согласитесь, что цифровизация активно проникает во все, буквально во все этапы нашей жизни. И новые технологии, такие как, например, интернет вещей, сети 5G или, например, машинное обучение, они открывают у нас новые возможности. Например, уже сейчас дроны используются пожарными командами, чтобы эффективно искать очаги пожаров. Например, внедрение роботов позволяет увеличить эффективность производства или вообще убрать людей с опасных производств. А, например, автоматизированный транспорт позволяет значительно снизить угрозы жизни для людей на дорогах. Но тут возникает интересный вопрос к вам в том числе. Вот мы видим значительный сдвиг, значительное улучшение технологий. А как вы думаете, влияют ли эти изменения на требования к кибербезопасности? Как вы думаете, влияет, дорогие наши коллеги? Вопрос ко мне? Вопрос риторический, я делаю паузу. Потому что дальше было бы здорово получить все-таки какой-нибудь слайдик. Он очень важен для нас. Ну, можно про ограничения рассказать. Давайте, да, я расскажу коротко про ограничения. Смотрите. На самом деле вопрос, связанный с тем, как влияют вот эти самые сдвиги технологические на кибербезопасность, он крайне актуальный. Почему? Потому что, когда мы с вами говорим про такие вещи, как дроны, роботы или адаптивный или автоматизированный транспорт, то надо понимать, что использование в этих технических средствах классических подходов к кибербезопасности, которые являются наложными, например, как антивирус или система обнаружения вторжений, неэффективны. И неэффективны по нескольким причинам. Во-первых, все дело в том, что наложенные средства безопасности требуют дополнительных учрежденных мощностей. Я думаю, каждый с этим согласится. Антивирус требует дополнительной мощности, обнажение вторжений требует дополнительной мощности. Более того, эти замечательные средства наложенных безопасности требуют еще и дополнительной энергии, которая тратится на обработку или детект. Соответственно, это к чему приводит? Это приводит к тому, что увеличиваются массогабаритные параметры устройств. Более того, эти наложенные средства требуют еще и обновлений. Например, если мы говорим про антивирусные средства, это от 10 и более обновлений в сутки. Дим, ты на нас не обращай. Хорошо. А давайте мы поддержим аплодисментами спикера, потому что непросто рассказывать. Дим, после симфонии это называется импровизация. Импровизация, да. В отведенное время, потому что коллега наш бьется тут вовсю, но пока не поддается. Поэтому спокойно... О, слава богу, коллеги, спасибо вам большое. Это все потому, что вы аплодисментами одарили нашего спикера. Так. Налаживаем связь. Отлично. Прекрасно. Это я вам уже рассказал. А вот наше замечательное наложенное средство безопасности и то, к чему это приводит. И возникает вопрос, ну а что с этим, собственно, делать? И одним из наиболее эффективных способов решения вот такого рода проблем, которые перевожат умы большинства специалистов современных по информационной безопасности, это является создание так называемых секьюр-бай-дизайн-систем. Не без нашей помощи появился и, наконец-то уже появился и российский термин, который называется конструктивно-безопасные системы. В чем же их смысл? В чем их суть? А дело все в том, что эти системы обладают уникальным свойством самостоятельно бороться или противостоять угрозам. В лаборатории Касперского мы разработали свой собственный подход к созданию таких систем и назвали его кибериммунитетом. На самом деле кибериммунитет, он в себе сочетает как методологию, так и технологии создания подобных систем. Более того, мы внутри лаборатории Касперского создали уникальную операционную систему, которая позволяет наиболее эффективно создавать подобные решения. Называется она Касперский ОС. Я сегодня здесь уступаю на разогреве перед очень интересной дискуссией, которая развернется после моего выступления. Поэтому я лишь так очень поверхностно затрону основные концепции, которые мы заложили в операционную систему. Для тех, кому интересно узнать побольше об этом, приходите на наш стенд или вы можете взять у нас интереснейшие тренинги, и мы вместе с вами сможем строить кибериммунное будущее. Итак, возвращаемся к Касперске ОС. В чем же суть? Какие основные концепции там заложены? Во-первых, благодаря применению микроядерной архитектуры мы сократили поверхность атаки операционной системы на порядке относительно Linux. На порядке. Минимум в 100 авто и в 1000 раз. Это во-первых. Во-вторых, операционная система позволяет разработчику изолировать не только приложения, но и части приложений, или даже отдельные библиотеки в так называемой доменной безопасности. Вот они здесь показаны. Когда я смотрю на кибериммунитет или на операционную систему, у меня сразу возникает очень интересная ассоциация с 1960-х годов, когда 4 инженера, Денис Ридше и 3 его коллеги, занимались тем, что пытались решить фундаментальные проблемы такой операционной системы, как Multics, которая работает на больших фреймах, на больших муфреймах. Так вот, результатом этих упражнений, этих 4 людей, стала операционная система Unix. Первая версия, которая вышла в 70-х годах, была совсем простой. На самом деле она была вообще просто однозадачной. Но важно следующее, что те принципы, которые ребята заложили в эту операционную систему, сейчас работают в Linux, в iOS, macOS и даже в Windows. Поэтому, когда мы говорим с вами про кибериммунитет и Касперский OS, важно понимать, что модернизационный потенциал вот этой технологии, этого изобретения, он колоссален. И мы просто находимся с вами в самом начале пути этой замечательной кибериммунной истории. Для того, чтобы показать вам, а как же это работает, мы же находимся на инопроме с вами. Поэтому давайте возьмем в качестве примера индустриальный интернет вещей. Я думаю, когда мы говорим про индустрию 4.0, индустрию 4.0, мы все понимаем прекрасно, что данные, которые мы сами получаем, экстрактируем из полевого уровня, являются новой нефтью. Почему? Потому что благодаря этим данным мы можем получить колоссальную выручку, колоссальную выгоду, используя оптимизацию средств производства. Таким образом, мы можем получить значительную выгоду. Главное понимать, что единственным, одним из важных препятствий на пути к внедрению такого рода систем является кибербезопасность. Если мы посмотрим с вами на отчет аналитического агентства ArcAdvisor, то он подтверждает буквально 57 промышленных компаний. Говорит, мы не будем внедрять индустриальный интернет вещей, пока вы не разберетесь с кибербезопасностью. Возникает вопрос, а можем ли мы решить эти проблемы с помощью кибериммунитета? Ну, давайте попробуем разобраться. Та же картинка, та же самая архитектура индустриального интернета вещей, но только с небольшими изменениями. Я сюда добавил специально основные вектора атак, которые злоумышленники используют для атаки на IoT. И если посмотреть внимательно на картинку, вы увидите, что основным вектором атаки является шлюз. IoT шлюз, который разделяет потоки данных между индустриальной сетью и облаками, куда данные отправляются. Таким образом, если мы с вами научимся, сможем решить проблемы, связанные с кибербезопасностью шлюза, тогда мы сможем отсечь основные проблемы, связанные с внедрением. Давайте попробуем понять, может ли кибериммунитет нам помочь. Прям продемонстрируем это на примере. Для этого мы посмотрим на эту картинку. Вот эти зеленые квадратики – это на самом деле архитектура кибериммунного шлюза, IT-шлюза, который построен на базе Касперский ОС. Вот эти квадратики – это те самые домены безопасности. На самом деле в кибериммунном шлюзе их больше 200. Почему так много? Ответ очень простой. Дело все в том, что их комбинация позволяет слезу сопротивляться различным векторам атак. Чтобы показать вам это на примере, давайте я сфокусируюсь на небольшом кусочке этой архитектуры, покажу, как шлюз будет сопротивляться кибератакам на примере одной из таких кибератак. Внизу картинки – та самая архитектура, квадратики я просто немножко развернул в горизонтальном положении. И вот внизу – это архитектура кибериммунного шлюза. А вверху – это архитектура классического шлюза на базе Linux. Если мы посмотрим на архитектуру обыкновенного шлюза наверх, то мы видим, что злоумышленник имеет доступ прямой к веб-серверу. Таким образом, если, предположим, у нас веб-сервер работает с уязвимостью, работает и в кибериммунном, и в обыкновенном шлюзе. Вот пример такой уязвимости я вот здесь привел специально на слайде, и она была найдена в одном из популярных шлюзов, который используется сейчас в индустрии. Как я уже сказал, в обыкновенном шлюзе злоумышленник имеет прямой доступ к веб-серверу. Как это увидеть? Очень просто. Дело все в том, что, как правило, в шлюзах необходимо авторизоваться. Вы сразу, когда заходите, например, в себя в домашних роутерах, он вам говорит, видите, пожалуйста, логин и пароль. Все. Значит, как только вы увидели картинку логин и пароль, это значит, что вам веб-сервер уже нарисовал эту страничку. Значит, там доступ есть. Тогда злоумышленник, имея прямой доступ к этому веб-серверу, может эксплуатировать эту уязвимость и дальше, построив так называемый киллчейн или цепочку атаки, атаковать IoT-устройство. Давайте посмотрим, как это будет работать и будет ли работать на кибериммунном шлюзе. Как вы видите, если мы говорим про кибериммунный шлюз, то веб-сервер, у злоумышленника нет прямого доступа к веб-серверу. Веб-сервер там выделен в отдельный security-домен. Вот он видно, да, прямо таким виден красный линий. А встречая злоумышленника, некоторая вещь под названием TLS-энтити. Что это такое? На самом деле это очень компактный, простой алгоритм, библиотека очень простая, которая просто проверяет сертификат, с которым подключается сюда наш пользователь. Она настолько проста, что создать там уязвимость практически невозможно. И там просто нет. Таким образом, при любых обстоятельствах никогда злоумышленник прямого доступа к веб-серверу не получит. А это значит, что в принципе веб-сервер может содержать столько уязвимости, сколько угодно. Вообще на уровень безопасности веб-сервере можно не обращать внимания при такой архитектуре. Его можно вообще никогда не обновлять. Таким образом, мы видим, что шлюз в рамках данной конкретной атаки при на веб-сервер автоматически сопротивляется вот такой угрозе при атаке на веб-сервер. Так работает кибериммунность на конкретном примере. Я вам сейчас только что бы показал. На самом деле, мы выпускаем кибериммунную, мы сейчас уже на рынке присутствуют не только кибериммунные эти шлюзы. Уже есть тонкие клиенты, которые тоже обладают таким интересным свойством. Более того, мы активно ведем исследования по применению такой технологии в транспортной инфраструктуре, а также в так называемой встроенной безопасности в ЧП, в Трозоне. Если кому-то интересно, и вы хотите посмотреть, как работают эти технологии, как вообще в принципе работают индустриальные интернет-вещения, то приходите к нам на стенд или на стенд наших коллег АДНС. Мы вам там расскажем, покажем, как это работает на практике. Спасибо вам большое. Дима, спасибо и за интересное выступление, и за то, что ты так противостоял вот этой уязвимости, которая вначале случилась. Ну, да, всякое бывает. Давайте попробуем вывести теперь на сцену список наших панелистов. И я попрошу потихонечку занять места Виктор Шпак, заместитель министра, Василий, извините, Василий Викторович, у меня вот так, заместитель министра промышленности и торговли, Евгений Касперский, генеральный директор компании «Лаборатория Касперского», Дмитрий Якоб, директор по информационной технологии группы компаний ТМК, трубная металлургическая компания. Михаил Фролов, технический директор «Фомин», да, видите, мне не дают подсказку, память подуть. Михаил Фомин, технический директор компании «15-20». Мы обязательно узнаем, что за магические цифры. У каждой компании есть свои магические цифры. Алексей Кислов, компания «1С», руководитель практики ЕРП. Я отдельно хотел бы отметить, что у нас традиционно уже второй раз присутствует Борис Нуралеев. Спасибо отдельно за интерес к нашей сессии. Алексей Маслов, директор по информационным технологиям компании «Новосталь-М». Анатолий, да. Давайте мне дадим, ну, пять ошибок, не больше. Потом будем как-то штрафовать. И у нас осталось место Павел Моряков, генеральный директор группы компаний «Москабель-Мед». Павел, прошу занять место. Уважаемые коллеги, мы попробуем сегодня, пользуясь тем, что у нас присутствуют эксперты с нескольких сторон и с нескольких индустрий, попробовать обсудить вот ситуацию, которую мы смотрим под углом цифровизации, под углом трансформации тех требований, которые у нас с вами сейчас происходят чуть ли не ежечасно. И первый вопрос я хотел бы задать Василию Шпаку, потому что мы исторически на инопроме сверяем часы, мы смотрим на масштабные инициативы, которые сегодня и в одном направлении, иногда в противоположном идут, чтобы обеспечить и технологический суверенитет, и защиту критической инфраструктуре. Поделитесь, пожалуйста, с нами, какие первоочередные задачи здесь Вы видите со стороны и Министерства, и Государственных органов управления. Спасибо. Спасибо большое, коллеги, за предоставленное слово возможность принять участие в дискуссии. Хорошо, что первому дали слово, потому что сейчас вкину какие-нибудь провокационные заявления в аудиторию и сам сбегу, потому что к часу надо подойти на стенд и ожидать обхода представителя правительства. Если коротко резюмировать то, что было во вступительных речах предыдущих ораторов, то мы видим, что проникновение инфраструктурных технологий, оно всеобъемлюще, оно не останавливается. Информация вокруг нас продолжает возникать, обрабатываться, передаваться, храниться. И во всех четырех ее жизненных стадиях возникают все новые и новые требования к обеспечению ее безопасности. И совершенно понятно, почему коллеги остерегаются внедрять новые решения, интернет-вещи, аэропатизацию и все остальное. Почему? Потому что если ты внедрил себя это на производстве, но при этом не обеспечил должный уровень безопасности, ты подвергаешь себя очень существенному риску. И причем этот риск, ну, скажем, мягко скажем, с очень большими коэффициентами. Это касается не только промышленного производства, это касается любых наших поседневных, да, каких-то мероприятий. Да, это неприемлемый уровень риска, совершенно верно. Это касается там того момента, когда мы с вами куда-то едем на транспорте, на автобусе, на поезде, на самолете. Когда мы, я не знаю, включаем свет, пользуемся телефоном, социальными сетями, дома, всякими коммунальными услугами, потому что все системы тоже управляются информационно и имеют свои уязвимости. И эта зависимость, она будет только нарастать. Соответственные требования по безопасности, они тоже будут нарастать. Пока, в конце концов, они не станут номер один. На самом деле, они уже стали номер один, просто мы с вами до сих пор в этом еще себе и всем остальным не признались. Любая функционированная информационная система в нынешних условиях возможна только тогда, когда максимально обеспечивается безопасность этого функционирования. В любом другом варианте используют информационные системы, несет прямую угрозу как самим пользователям этой системы, так и всем окружающим, кто-то с этой системой так или иначе соприкасается. А поскольку информационными системами у нас на сегодняшний момент являются практически все, что нас окружает, вот в этом зале, да, там, инженерные системы, они все на информационные технологии завязаны, инженерные, ну, в общем, все. Поэтому безопасность наше все, надо думать о том, как ее обеспечить, и совершенно верно, это прозвучало у предыдущего оратора, что наложенными средствами обеспечить ее невозможно. Речь не только о том, что это требует большого количества ресурсов и что это экономически невыгодно, а речь о том, что поскольку изменилась по факту архитектура устройства всего и вся сложных инженерных решений с точки зрения использования именно информационных технологий, изменился подход и требований к безопасности, соответственно, должна поменяться архитектура устройства всего и вся. И это все и вся должна быть конструктивно, безопасно, изначально, априори. Поэтому многие решения, которые нас окружают, и на сегодняшний момент этим требованиям немногие, практически все, не соответствуют. И для того, чтобы нам перейти вот этот новый удивительный мир под названием индустрия 4.0, нам все эти устройства, все эти системы в соответствии с новыми принципами придется пересобрать. Это очень большой, очень серьезный вызов, с одной стороны. Это потребует серьезных ресурсов, с другой стороны. Но есть приятная новость. Это очень большая свободная рыночная ниша, которую по силу занять нашим разработчикам и производителям. У нас традиционно хорошие есть компетенции в этой сфере. Но помимо той организации, которую нас сегодня пригласил на свою площадку, есть еще целый ряд организаций, которые я тоже назову. Это Positive Technologies, другие ребята, их достаточно много с точки зрения программных средств и аппаратных средств. Поэтому сейчас наступает их время. В отношении того, что было сказано по поводу симфонии, понятно, конечно, стремление создать это все силами и руками одного вендора. Но боюсь, что во всех сферах, во всех отраслях это будет достаточно сложно. Если оно потребует кооперации, создание экосистемы, такое экосистема, оно, с одной стороны, должно быть открыто для участия в ней. Да, других. Да, вот тогда за открытую симфонию. Звучит как тост. Поэтому, с моей точки зрения, для нас сегодня это один из основных вызовов. Если мы хотим стать более эффективными, более производить, то мы должны внедрять информационные технологии. А для того, чтобы их внедрять и чтобы они были безопасными, для обеспечения эффективности, мы действительно должны думать над тем, как безопасными их сделать. Поэтому это начало новой индустрии, безусловно. И если раньше любые, я не знаю, программные решения, программно-аппаратные решения, так сказать, смотрелись с точки зрения их экономической эффективности, производительности, я не знаю, там, стоимости, то сейчас первые критерии, через которые они должны будут пройти, чтобы соответствовать реалиям рынка, это их безопасность. Безопасность есть, смотрим дальше все остальное. Про экономику, про эффективность, про простоту использования, про дизайн красивый и так далее. Нет безопасности, не смотрим совсем. Потому что этим пользоваться нельзя, это будет опасно. Вот, поэтому, коллеги, убегая, призываю вас вливаться в эту открытую симфонию. Уверен, что скрипачи, альтисты, тромбонисты, дирижёру оркестра явно понадобятся, как, впрочем, и композиторы, и постановщики, и другие участники этого масштабного музыкального шоу, свидетелями которого мы с вами все ставим, уже являемся, и дальше будет ещё больше в самое короткое время. Поэтому всем хорошего дня, приятной работы, а я пойду дальше нести службу. Спасибо. Василий, спасибо большое. Перед тем, как убежать, всё-таки, у нас сегодня поклонники театра здесь в зале. Есть ли у кого-то один вопрос, перед тем, как Василий Викторович убежит по более важным делам? Если есть вопрос, поднимите руку, спросите, и мы идём дальше. Нет, ждут объединённого оркестра, поэтому будем над этим работать. Тогда продолжаем, может быть, эту идею. А, шикарно, спасибо. Вот это ансамбль, да. Так, Евгений Касперский здесь, напоминаю. Евгений, тогда я хотел задать вопрос вам, собственно говоря. Во-первых, насколько вы эту концепцию оркестра разделяете, во-вторых, пользуясь, опять-таки, случаем, что Инопром – площадка для бизнеса промышленных компаний. Как убедить именно бизнес? Как выстроить диалог между тем, что это действительно больше польза, чем некая история про напугать или про запретить? Вот как здесь выстроить баланс, чтобы это шло, как, собственно говоря, совместная такая гармоническая мелодия? Спасибо. Да, ну, во-первых, наверное, пугать никого уже не надо. Кого еще надо напугать? По-моему, все уже пуганы неоднократно. Поэтому, на самом деле, главная задача, которая стоит, наверное, сейчас, это сделать так, чтобы народ, вы все, начали как бы более быстро, более энергично двигаться в том направлении, которое было бы правильное с точки зрения как кибербезопасности, так и кибериммунитета. Если говорить про симфонию, ну, просто, ну, время такое, когда нас, на самом деле, ситуация, не то, что мы иногда управляем ситуацией, ситуация иногда нас заставляет двигаться быстрее, зарубежные вендоры, в основном, американские, уходят, и нам мы просто вынуждены замещать их, закрывая эти белые пятна, и в результате получается такая экосистема наша собственная. Но при этом, еще раз, она открытая, то есть, на самом деле, если кому-то хочется пользоваться другими решениями, то есть способы их интеграции в нашу симфонию, она не инклюзивная совершенно, эксклюзивная. Вот это по поводу симфонии, но симфония – это защита тех IT-систем, которые уже есть, разработаны, они уязвимы в той или иной мере. И это мы сделаем, это мы гарантируем в самый высокий уровень защиты, но если думать о светлом будущем, о светлом цифровом завтра, то это, конечно, только кибериммунитет. В основном это, безусловно, инфраструктурные вещи, критическая инфраструктура производства и все, что вокруг этого. И что приятно, что интересно, вот раньше, там, три года назад, пять лет назад, приходилось объяснять, насколько это важно, насколько это нужно, что в будущем все равно нам придется этим заниматься. И вот, наконец, вот лед тронулся, цитата, лед тронулся, господа присяжные заседатели. И сегодня вот с Москабелем мы заключили, огромное спасибо еще раз, заключили соглашение о сотрудничестве. Это одно из самых первых предприятий, не самое первое, но одно из самых первых предприятий, которое будет использоваться нашими, будет пользоваться нашими иммунными шлюзами, по той простой причине, что они боялись использовать линуксовые решения, которые, и это правильно, я бы сам боялся. И это позволяет предприятию, вот я за них скажу, сейчас цифру проведу, что они прогнозируют экономию на производстве, экономию на материалах, там, 3-4 процента. То есть как бы в условиях массового производства это, в общем-то, как бы много, включая, что нужно доставить, нужно обработать, нужно мусор, нужно выкидывать и прочее, прочее, прочее. Отходы производства нужно выкидывать. И это только начало, на самом деле. Это дает, конечно, большой выигрыш. Поэтому сейчас, когда мы говорим про вот эти вот иммунные, иммунные решения для промышленности, мы приходим не для того, чтобы продать. Мы приходим и говорим, мы принесли вам деньги. Мы принесли вам прибыль. Потому что вы сможете сделать свое производство гораздо более эффективным, надежным, прогнозируемым. И очень приятный момент, что чем дальше, тем чаще на панелях, на встречах начинают присутствовать генеральные директора. То есть, когда мы были компанией «Антивирус», «Антивирус» — это айтишники. Потом, как бы, антивируса стало не хватать, и появились системы уже безопасности, такой более полной. «Симфония» — это уже про ИБ. Это уже не айтишники, это уже безопасники. А сейчас, когда мы говорим про кибериммунитет, про промышленные системы, это уже уровень топ-менеджмента, уровень генеральных директоров. Ну, само собой, когда мы говорим об кибербезопасности, критической инфраструктуры и государственных систем, то это еще выше. В общем, залезли. Но в целом, это неплохо. Мы и сможем. Главное, чтобы все остальные тоже потихонечку, побыстрее раскручивались, потому что это все равно придется делать. Вот Шпак, который здесь сидел только что, вот он сказал, можно было всем расходиться уже. Он все объяснил, как бы. Я с ним полностью согласен. Точка. Евгений, спасибо. Учитывая, в том числе, что вы анонсировали наличие генеральных директоров, а что ваша компания, что вы им говорите, для того, чтобы, собственно говоря, вот эта кооперация была более эффективной? Мне вопрос. Да. То есть, что сказать генеральному директору, чтобы проект по цифровизации имел в своем аспекте то, что упоминал в том Шпак, что безопасность на первом месте? Если говорить честно и откровенно, когда у меня были встречи с самыми первыми лицами, обычно все уже было понятно. То есть, вот в последнее время. Лет 5-10 назад, ну, правда, 5-10 лет назад у нас еще решений не было. Мы просто пока готовили мир к тому, что безопасность будет необходима. Давайте так, байку. У меня есть куча-куча разных историй. Вот сейчас расскажу одну историю, которая очень показательна. Это было лет, наверное, 12 назад. Экономический форум Давос. Ну, тогда еще имело смысл туда ездить, сейчас уже совершенно бесполезно. И там большая панель, сессия, обсуждают вопросы автоматизации паспортного контроля, европейские, автоматический security check, вот эти вот вещи. Ну, как сейчас, там, в аэропорту, идите, паспорт приложили и пошли. Вот, 12 лет назад только эти стандарты, они там вводились. И они там все это обсуждают. И меня пригласили, кто-то от кибербеза должен быть, но я сижу там тихонько, и они там обсуждают, что вот, давайте, вот, и это сделаем, и это сделаем, и это сделаем. И как бы список идет у них там. Первый пункт, второй пункт, там пять пунктов у них. Пять пунктов было, что нужно сделать для того, чтобы была автоматическая система управления пассажиропотоком. Все отлично, все дошло до самого конца, целый час они что-то там дискутировали. Я в конце так руку поднимаю, говорит, извините, а вот представьте, что ваше, вы же вводите эту самую автоматическую систему, ведь там же людей не будет, не будет. А представьте себе, что вот эта система, на нее наводится кибератака, и ее вырубают. Вы можете понять, что этот вулкан Эйя-Фьятла-Якудль, помните, когда была катастрофа транспортная, вот этот Эйя-Фьятла-Якудль, он покажется цветочками по сравнению с тем, что у вас произойдет. Они так, о, да, действительно. Номер 6, секьюрити. Нормально, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, секьюрити. Василий Шпак сегодня сказал, все наоборот, номер один секьюрити, а потом уже поехала вся остальная функциональность. Спасибо. Ну, то есть 12 лет назад, в 12-м году надо было поднимать руку, сейчас уже, скорее всего, нет. Спасибо. Я панелистов, кстати, призываю время от времени рассказывать байки, это очень нравится и модератору, и гостям панели. Мой следующий вопрос, я хотел бы задать Дмитрию Якобу, директору по информационным технологиям ПАО ТМК. Дмитрий, во-первых, отдельное спасибо, что вы регулярно становитесь как команда гостями нашей сессии, и я знаю, что с момента прошлого инопрома вы двигаетесь в направлении очень серьезных инициатив. Вот где здесь роли места киберрискам, кибербезопасности, и говорим ли мы только о соединении технологий, или тут какие-то есть еще аспекты, которые важно упоминать, помимо просто технологий и решений. Спасибо. Добрый день, коллеги. Андрей, спасибо за вопрос. Ну, короткий ответ нет. Речь, конечно, не только про технологии, особенно если мы говорим про организации достаточно большого масштаба, то вокруг, безусловно, важного технологического ядра должна быть определенная, так сказать, и организационная, я не побоюсь этого слова, культурная обвязка на уровне компании. И, конечно, кибербезопасность это история, которая неотъемлемо связана с цифровизацией в целом. Если говорить про цифровизацию в ТМК, то надо, конечно, сказать о том, что мы исторически являемся глобальной компанией, у нас более 80 стран экспорта, и конкурируя с другими глобальными игроками на непростых рынках, мы, конечно, просто обязаны быть эффективными, и цифра для нас это, ну вот, не просто, так сказать, там, веяние моды, там, какое-то актуальное слово, да, это залог нашей эффективности, один из важных факторов, и цифровизация, это, в общем-то, то, чем мы занимаемся уже давным-давно, до того, как этот термин пришел в обиход, тем более, что его до сих пор, на мой взгляд, сильно широко трактуют многие эксперты. И достаточно давно и системно занимаясь цифровизацией, автоматизацией, мы для себя определили, что кибербезопасность это, так сказать, обратная сторона медали. То есть, чем больше ИТ-технологий, ИТ-систем мы внедряем, чем глубже они проникают в наши процессы, начиная от производственных непрерывных процессов, заканчивая, так сказать, административно, бэк-офисными, тем больше, ну вот, что называется, поверхность атаки, да, и больше угроз. И это то, с чем нужно тоже работать, работать системно и разумно. И еще в 2018 году мы эту работу инициировали и приняли на корпоративном уровне стратегию обеспечения и развития кибербезопасности. Мы, так сказать, вот продолжая, наверное, на тематику оркестра, да, все спикеры вот такое правило для себя взяли, мы трубы производим, да, поэтому мы, наверное, духовая секция, да, трубы, правда, не медные, но трубы. У нас в нашем ансамбле есть уже, я имею в виду, вас как раз записываем в духовые инструменты, хорошая идея. Поэтому, поскольку, значит, экосистема инклюзивная, да, то мы как заказчик тоже считаем себя ее частью, давно и системно работая и, собственно говоря, имплементируем разработанную стратегию. И вот в нее сразу заложен вот этот дуализм и технических мер, и организационных мер, да, потому что мы понимаем, что особенно в больших масштабах одно без другого не работает. И в качестве, может быть, примера проекта, который мы реализовали в рамках стратегии, который как раз является хорошим примером такого совмещения комплексных мер, является ситуационный центр кибербезопасности, который у нас больше трех лет уже существует, который и про технологии, да, и про людей, и самое главное, про процессы и мониторинга, и реагирования на инциденты во многом благодаря и в частности и этому ситуационному центру мы, ну, достаточно стабильно пережили, скажем так, повышенный уровень атак в пандемийный период. И сейчас, после спецоперации в конце февраля, мы как крупный бизнес тоже, в общем-то, на себе ощутили, ну, для нас, по крайней мере, беспрецедентный масштаб кибератак. Другим примером организационных мер можно назвать нашу проектную методологию. Вся наша цифровизация, она так или иначе организационно крутится вокруг проектного офиса, и у нас на уровне нормативных документов зафиксирована роль администратора безопасности, и это роль, которая обязательно должна присутствовать в команде любого IT-проекта. Таким образом, мы иногда даже не на стадии проектирования, а на стадии, так сказать, осмысления тех или иных идей или гипотез таких предпроектных, уже закладываем те или иные концепции безопасности, в какой-то степени имплементируя вот этот подход security by design, но в рамках организационных мер, таким образом, чтобы любое внедряемое IT-решение, любое изменение нашего ландшафта, оно сразу подразумевало под собой, в том числе и безопасность. Говоря про опять же организационные меры, нельзя, наверное, не сказать про людей. Понятно, что речь идет и про команду внутреннюю, которая, собственно, безопасностью занимается. Мы, как и все, естественно, ощущаем дефицит рынка, дефицит, к сожалению, пока что все еще кажется растущий, но мы довольно много работаем с вузами, чтобы этот дефицит закрывать. И с прошлого года мы начали проводить киберполигоны, такие кроссотраслевые, в которых наши специалисты безопасности в условиях, конечно, смоделированных, но близких к реальности, могли отрабатывать иногда даже до автоматизма навыки по реагированию на киберугрозы. Это тоже очень важно, и это тоже позволяет в случае возникновения реальных угроз, ну, как говорится, долго не думать, а сразу делать. Ну, и последнее, ну, наверное, не последнее по важности, говоря о людях, мы можем говорить вообще о всех наших сотрудниках, которых у нас без малого 60 тысяч человек, все они так или иначе тоже вовлечены в тематику кибербезопасности, у нас уже больше четырех лет на базе корпоративного университета действует курс, который мы называем цифровая гигиена, это уже даже не курс, а целый комплекс курсов, в который вовлечены все сотрудники, мы прекрасно себе отдаем отчет в том, что любой наш сотрудник, являющийся пользователем какой-либо информационной системы, он тоже по сути является вектором атаки, все мы знаем и про фишинговые компании, и про социальную инженерию, поэтому все без исключения наши сотрудники вовлечены не только в цифровизацию, но и в цифровую гигиену, которая за ней следует, и это тоже очень важно и большой фокус нашей стратегии. Поэтому, возвращаясь, Андрей, к вашему вопросу, я помню, в прошлом году мы тоже участвовали в дискуссии, и я когда сюда ехал, смотрел прошлогоднюю программу и дискуссия называлась цифровиза и против. Очень такое интересное название. Так вот, мы точно за цифровизацию, у нас даже вопроса такого не стоит, но при этом стараемся, так сказать, чрезмерно не очаровываться современными прекрасными технологиями, но помнить и про их обратную сторону и системно работать и в этом направлении тоже. Дмитрий, спасибо большое. Трубы мы уже начинаем потихонечку чипировать. У нас есть проекты по RFID-меткам, которые наносятся на трубы для прослеживаемости по всему жизненному циклу, поэтому... Дмитрий, спасибо большое. Хотел напомнить, что... Извини, они трубы чипируют до жилетов. В хорошем смысле этого слова. Я хотел напомнить, что в этом году у нас тоже название предполагает активный ответ, подключить нельзя проиграть, то есть, учитывая позицию, которая не изменилась, запятую ставим после слова подключить. Да, конечно. Дмитрий, а можно такой вопрос коротенький, спасибо за развернутый ответ, учитывая, что у вас есть ситуационный центр, насколько часто туда заходят первые лица компаний и на что они рефлексируют, то есть, какой доклад им делается, чтобы увидеть их вовлеченность, что они понимают, о чем идет речь. Спасибо. Слушайте, ну, заходят, насколько часто это, смотря с чем сравнивать, но заходят, в частности, даже когда проходил киберполигон в прошлом году, о котором я говорил, и он в этом году пройдет, в октябре месяце, все первые лица компании, так сказать, очень стремились вообще туда попасть, посмотреть, как это происходит, пообщаться с ребятами, с участниками, поэтому я бы сказал, что для первых лиц компаний не требуется какого-то специального диалога, они, в принципе, вовлечены и погружены в тематику и были одними из инициаторов и драйверов вообще создания нашей стратегии кибербезопасности, поэтому в какой-то степени мы вот тоже, как Евгений сказал, дожили, да, до такого уровня, когда специальный какой-то диалог, он не требуется. Спасибо. Следующий там зрелости, наверное, это когда директора компании играют за Red Team. Вот это будет, когда они хакают свою же организацию и смотрят, как ИБшники, как айтишники от них обороняются, а мы можем курсы провести. Такая хорошая прокачка стрессоустойчивости будет для ИБшников, если первые лица компании начнут их хакать. Обращайтесь, мы можем. Двигаемся в этом направлении. Следующий вопрос, Дмитрий, спасибо еще раз. Я хотел адресовать Павлу Морякову, генеральному директору группы компаний Москабельмед. Павел, насколько я знаю, вы достаточно активно у себя реализуете разные проекты по цифровизации, и важно понять, во-первых, как вы видите критерии успешности и критерии, когда вот эта инициатива уже принесла определенные результаты, и надо ее либо развивать дальше, либо переключаться. Вот здесь очень интересно, поскольку вы управляете и достаточно серьезным предприятием, и неким отраслевым референсом. Спасибо. Да, добрый день. Как раз тематика «Как не стать предприятием по сбору данных» для нас стояла в самом начале реализации вообще всего процесса автоматизации и цифровизации. Я эти два термина для себя четко разделяю, то есть автоматизация это когда ты повышаешь эффективность своих бизнес-процессов, цифровизация это когда создаешь определенный продукт, о котором я тоже сегодня расскажу, для клиента, который повышает твою конкурентоспособность среди всего общества. Соответственно, вот на примере продаж тоже, ну, наверное, не байка, а вот реалии жизни. Все помнят прекрасно 15-16 год, бум, CRM, все ставили там кучу себе и облачные, и такие все делали, но цель у всех была совершенно непонятна. Кто-то, соответственно, разворачивал CRM, чтобы снижать косты, но такого просто не может быть, потому что CRM наоборот повышает твою эффективность и дает тебе больше заказов. И по-хорошему, при правильном реализации CRM у тебя возникает необходимость дальше двигаться в производство. Это мои два любимые процесса продажи и производства. Они, опять же, не являются всегда главными. Кто-то ставит логистику, кто-то снабжение, но я считаю, что вот для нашей компании переплетение этих двух процессов оно неизбежно. И первое, что рождает, это все-таки продажи. То есть, вот ты отточил продажи, сделал все правильно, у тебя, соответственно, идет прирост менеджеров, это у тебя хороший показатель, не сокращение. У тебя, соответственно, появляется лояльность клиентов, а дальше ты натыкаешься на такую большую проблему, производство не справляется. Нужно повышать производительность. Конечно, самый распространенный вариант, давайте накупим станки. Но мы прекрасно знаем, что многие покупают станки, потом эти станки не загружены. Но это неправильный тоже подход. Правильный подход это повышение производительности. Как это делать? Для этого нужно собрать хорошую аналитику. Да, раньше можно было использовать там листы бумажек, выходить на линии, снимать какие-то данные, но это все не про сейчас, это годы. А у нас на сегодняшний момент, вот даже до известных событий, у нас катастрофически быстро развивался мир. То есть, информация, вы знаете, там нарастает, нарастает, скорость передачи все больше и больше, ты должен быстрее откликаться на вызовы, которые возникают. Сейчас это еще быстрее, то есть, это к тому, что было до февраля, наверное, по моей оценке X5, надо вот с такой скоростью принимать решение. И здесь у тебя уже нет возможности выйти, что-то собрать, там через полгода получить, нужно сейчас онлайн. И вот здесь как раз возникает вторая проблема, когда оборудование обвешивают датчиками, а данные, которые собираются, они тонут, там где-то либо в IT-отделе, либо где-то в технологии, либо где-то еще, то есть, они никак не интерпретируются, самая главная составляющая, которая должна быть. И вот здесь как этого избежать, это единственный вариант, это IT-стратегия или просто стратегия. Любое слово впереди может стоять, но главное, чтобы была стратегия, то, что вы хотите получить. И на первом уровне у вас обязательно должен быть этот показатель в виде денег, потому что без этого заниматься автоматизацией, цивилизацией смысла нет. Он должен быть количественный. И когда вы основные факторы уже пройдете, вот тогда можно уже переходить к неколичным изменениям, потому что, например, не всегда там, например, автоматизация логистики, а у нас, вы знаете, что в России, ну, если мы не берем там деливери, всякие там, еды и все остальное, у нас логистика на очень низком уровне автоматизирована, то есть у нас там ТТНки до сих пор вот в этом году вроде обещают сделать, но у нас ТТНки до сих пор сами бумажные, соответственно, есть очень много всяких моментов, которые нельзя сделать с логистикой, например, ударяться сейчас на первом этапе туда не имеет смысла, тоже касается снабжения. Вот, а по поводу того, как вообще двигаться по цифровизации, ну, это, соответственно, создавать для клиента какую-то необходимую ему вещь, которую он вроде бы не хочет, а с другой стороны ты понимаешь, что это даст рост твоему бизнесу. Вот у нас есть пример очень хороший, у нас есть программа Cable Justice, то есть у нас на рынке присутствует, скажем так, определенный объем, как-то не страшное слово, фальсификата, когда технические требования в кабеле не соответствуют заявленным, делается это по разным причинам, кто-то не хочет рубить брак, кто-то это делает целенаправленно, и существует несколько ассоциаций, которые отбирают эти образцы, испытывают, но это все долго неинтересно, как сделать это массу. Мы придумали, сделали Cable Justice, вы можете скачать это приложение на свой смартфон, Android, iPhone, и соответственно перед вами есть кабель, вы наводите камеру, он делает фотографию, дальше искусственный интеллект обрабатывает эту всю информацию, дальше вы фотографируете либо паспорт, либо маркировку на кабеле, также идет распознавание, и у вас идет сопоставление тех характеристик, которые должны быть в соответствии с ГОСТом, и то, что у вас реально получилось. На сегодняшний момент мы достигли 4%. Мы дальше, соответственно, это все прокачиваем, к концу года у нас стоит цель, чтобы отклонение было 1% от реально фактических измерений. Второй момент, это как раз к чипизации, у нас есть уже кабель Магнитак, есть также приложение к нему, вы, соответственно, покупаете такой кабель, можете телефоном провести, там стоит НФС метки каждый метр, и вся информация, которая есть, она у вас высвечивается на смартфоне, либо на специализированном сканере, отличие это то, что у вас есть 15 сантиметров, там 15-20 сантиметров, сканером удобнее водить, чем телефоном, но иногда это не очень красиво, потому что телефон может поцарапаться, еще что-то, испачкаться. Соответственно, такая технология тоже есть, она, я бы не сказал, что какая-то сложная, самое сложное, наверное, было, а как эту НФС метку засунуть в кабель, то есть это такая самая большая проблематика, и ДУТМК, я думаю, тоже такая же проблематика, а как налепить, и чтобы она не отлепилась. Вот, соответственно, это больше технологии, потому что вот технология с точки зрения меток, она очень существенно продвинулась, она, ну, эти метки у нас есть везде, у каждого там есть карты, еще какие-то там составляющие, все известно. Вот, соответственно, вот это делается для того, чтобы, по сути дела, поднять свою конкурентную способность, то есть мы понимаем, что Cable Justice там даст нам конкурентное преимущество, ну, и не только нам, а вообще всем честным игрокам на рынке, потому что клиенту будет более проще определять, какой перед ним находится кабель, хороший или фальсифицированный. То же самое, как там Яндекс.Такси, ну, никто же сейчас не голосует, там не вытягивает руку, все пользуются там Яндексом, потому что это удобный сервис. И вот как раз через такие сервисы вы получаете конкурентное преимущество. Вот, в моем понимании, это и есть цифровизация. Но здесь действительно возникает следующий момент, а как это все защитить. Потому что, продвинувшись туда, мы поняли, что мы на сегодняшний момент беззащитны. Вот, реально. Я очень надеюсь, что Касперский там нам поможет защитить вот эти все наши данные. Потому что хоть у нас и стоит антивирусы, вот, они стоят там на двух уровнях, серверами вроде бы все кажется нормально, а вот эти дыры мы как бы прошляпили. Ну, я думаю, что не мы одни. Тут, к сожалению, до февраля у нас были такие дружеские там к всему отношения. У нас были такие розовые очки. На сегодняшний момент розовые очки вдавлены в глаза и кровью мы смыли вот эту всю пелену, которая была перед глазами. Ну, я надеюсь, что мы дальше будем двигаться, как я уже сказал, X5. И тогда, там, к концу этого года, ну, может быть, к середине следующего, мы получим очень хорошую кибербезопасность. Не только, я думаю, на нашем предприятии вообще, во всей промышленности. Иммунитет. Иммунитет, запоминаю. Загружаю новую информацию. Павел, спасибо большое. Во-первых, маленькая ремарка для тех, кто пропустил термин ТТНК, это товарно-транспортные накладные. И я хотел бы вам короткую еще тоже, короткий вопрос задать. Как удается вот между вами, между топ-менеджментом компании и айтишниками добиться, чтобы все оценивали, собственно говоря, вот этот переход от месяцев в секунду с точки зрения денег? Потому что айтишникам часто очень нравится поисследовать что-то новое, покопаться в чем-то, а тут приходите вы и говорите, деньги. Как это происходит у вас? Здесь, во-первых, как я говорил, есть стратегия, вот все, что идет по стратегии, то должно быть в деньги. И есть, соответственно, R&D. Ну, это тоже можно сюда применить, потому что у нас выделяются деньги на разработку новых продуктов, и также мы выделяем у себя вот эти всякие исследования. Вот УМК мне очень понравилось, там у них целый полигон есть, мы, конечно, себе такого позволить не можем, но у нас тоже есть вот эти вот прогонки, догонки, где, соответственно, мы принимаем какую-то концепцию, ну, совместно, потому что там сидит финансист, сидит айтишник, сижу я. И вот если эта концепция более-менее как-то встраивается, вот о чем я говорил о второй части, где не количественное, а уже, по сути дела, качественное измерение, то тогда мы выделяем на это деньги и идем вперед. Только так, по-другому нельзя, потому что, ну, все равно, финансист должен быть здесь, потому что айтишникам, им только вот бюджет, давай вот так вот, да, и они там все сделают, все будет круто, там просто идеально, но только это никому, может быть, и не нужно будет. Спасибо. Дмитрий, возьмете на полигон ребят из Москабельмед? С удовольствием, конечно. Да, поэтому предлагаю знакомиться. Следующий вопрос я хотел задать представителю компании Новосталь-М, Анатолию Маслову. Анатолий, в принципе, мы уже коснулись немножко истории сквозных проектов, и здесь очень важно вот этот темп от месяцев в секунды, который достигается в ряде процессов. Поделитесь, пожалуйста, внутри вашей команды, как вот сквозные технологии приобретают практический вид, байки, реальные примеры или те проблемы, которые вы видите. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Я чуть-чуть про компанию, не все нас знают. Новосталь-М это металлургический холдинг, достаточно молодая, при этом весьма амбициозная команда. У нас два металлургических актива в южных регионах Российской Федерации и строятся еще три производства, три актива. Вот поэтому растем каждый день. Вот, конечно, требуется цифровизация, автоматизация и исторически так получилось, что мы делаем упор на продукты отечественной разработки. То есть, если мы говорим про бизнес-решения, то это хвала компании 1С. Спасибо огромное. Вот все наши бизнес-продукты и собственные разработки и имеющиеся, мы делаем исключительно на этой платформе. Вот. Также, если брать системы уровня МЕС, то мы приняли решение два года назад, поучаствовали в конкурсе сколков, взяли грант совместно с компанией дата-центр автоматика, то есть все системы производственные, системы МЕС уровня у нас с использованием данного вендора происходит внедрение. Ну и у нас действует программа цифровизации производства. Благодаря этой программе, опять же, во главу угла и, наверное, поэтому здесь у нас поставлена информационная безопасность. Это сейчас на самом деле вопрос номер один для любых решений. В части бизнес-решений я уже сказал, что мы делаем по сквозному контролю производственных активов. Это уже два года у нас идет проект на наших предприятиях. Мы собираем комплексную исчерпывающую информацию по всем производственным процессам. Заведомо мы ее собираем избыточно, то есть для чего, чтобы потом была возможность эти данные анализировать. И для анализа мы выбрали точно так же компанию дата-центра автоматика. современное решение эксперт-бейс для анализа больших данных и применения других математических методов. Что еще сказать? На основании всех этих данных мы активно используем и применяем так называем цифровые помощники. То есть в основу этой программы опять же лежит применение данных методов данных данных которые мы собрали для помощи в производстве уже разработаны у нас цифровые помощники по контролю и оптимизации ферросплавов по поиску шлака в струе металла. Сейчас идет большая работа с компанией Ротек. То есть мы при помощи методов радионейтронного анализа проводим анализ качества лома. Соответственно естественно все это необходимо защищать. Все это у нас находится на уровне ТСПД и здесь как раз компания Касперский тоже нам активно помогает. Направления в общем вот такие. Анатолий спасибо большое. Я срезонировал на то, что вы в целом оцениваете рынок перспективных разработок. Вот ребята из Сколково. Но насколько для вас важно молодая компания и насколько вы видите цифру и новые технологии как возможный источник потягаться с грантами. Какой у вас такой конкурентный драйвер чтобы выйти из молодых энергичных в сторону больших и хорошо меняющихся? Слушайте, на самом деле помощь огромная. Два года назад нам удалось взять один грант достаточно серьезная сумма. Что там происходит? Это как раз система производственного учета, производственного контроля. У нас есть предприятие, которое мы приобрели у Северстали и там небезызвестная металлургам система Кумет. которая очень дорога в обслуживании и опять же небезызвестная ко всем наверное система уровня ERP стаб. Что нам удалось сделать? За временной промежуток 7 месяцев мы смогли перевести что процессы основные производственные на продукты компании 1С в части производственных активов это вот разработка про которую я выше упоминал. Поэтому продолжаем во всех конкурсах участвовать пробуем сейчас получить гранты по другому направлению но тут только огромное спасибо государству потому что они помогают не только нам но помогают в принципе всем компаниям включая IT-компании развивать свои продукты вплоть до коробочных решений до трансформации и до развития на весь рынок Российской Федерации спасибо Анатолий коллеги посмотрим на часы время 13.20 самое время послушать компанию 15.20 я хотел спросить Михаила Фомина во-первых познакомить нас если можно кратко история названия и безусловно поделиться о том какие вы видите риски внутренние и внешние обслуживания достаточно серьезной инфраструктуры ну собственно говоря той за которую отвечает ваша дружная команда спасибо здравствуйте коллеги спасибо за предоставленное слово и вопрос но группа компаний 15.20 это крупный один из крупнейших в России строительно производственных холдингов сферы основные направления которые влияют строительство проектирование автоматизация цифровизация железных дорог почему такие магические цифры 15.20 15.20 это ширина нашей колеи которая используется в России и постсоветского пространства 1520 миллиметров группа компаний 15.20 участвует во всех значимых проектах в России ближайшего зарубежья в том числе и развитием восточного полигона это Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали мы ведем на самом деле достаточно системную работу в рамках цифровизации и рассказать вам таких многих это можно долго рассказывать не за 10 минут которые у меня остались но хочу осветить проблему наверное одну как мне кажется самую важную это информационная безопасность в СУТП тут знаете вспоминается вот этот фильм крепкий орешек 4 и такое понятие как обрушение вот тогда вот наверное 20 лет назад когда он вышел и сколько там 15 это казалось фантастикой то есть мы воспринимали это как фантастику сейчас сейчас да Михаил это можно перебью когда я смотрел тот фильм в 2007 году я тогда еще курил я смотрел минут 10 15 наливал себе виски курил сигарету нервно материл Голливуд и смотрел дальше потому что до этого фильма слово кибертерроризм моей компании было запрещено хотя эти сценарии мы внутри уже проговаривали ну Касперский всегда был лидером и мы про это как бы молчали публично не говорили тут Голливуд все это рассказывали ну помните тот фильм где он там Брюс Виллис такси сбивает вертолет вот вот а дальше вот это ерунда конечно полная а вот все остальное то что они там через клавиатуру делали ну в целом да и кстати вот такое совпадение там по-моему сейчас Михаил модератор и в шутку и в серьезно напоминает что курение и употребление алкоголя опасно для вашего здоровья да тут такое совпадение произошло мы там говорим про эти 4.0 да и вот 4.0 а там по-моему тоже крепкий орешек 4.0 было неспроста то есть такой отсыл вот да давайте о серьезном теперь продолжаю вот мои рассуждения асутп это система которые влияют на нашу постепенную жизнь то есть не будет асутп это то что обрушится снизу и никакие уже дальше дроны которые вот тут показывали там красивые на слайде уже наверное будут никому не нужны то есть когда прекратится подача электричества воды будет хаос на дорогах и здесь мне кажется на самом деле архиважно уделять внимание именно информационной безопасности в этом свете в транспорте у нас есть твоя асутп мы ее называем микропроцессной централизацией стрелок и сигналов как и любая асутп она призвана снизить инфраструктурные расходы и издержки а также повысить пропускную способность перевозочного процесса грузов и людей как и любая асутп МПЦ состоит из ну проще говоря вычислительных мощностей компьютеров и нам следует ее защищать какими же средствами мы ее пытаемся защитить успешно не побоюсь этого слова по крайней мере негативного мы пока еще не считали расходы на от атак слава богу тем не менее асутп как известно достаточно закрытые системы со своей локальной вычислительной сетью старающиеся не выходить никуда из вне вовне но тем не менее вот это сквозные процессы они требуют все-таки подключать нашу асутп ну и вообще ступы в целом каким-то более другим подсистемам или системам более высокого уровня те же например институционные центры мы этот канал он потенциально рисковый для нас как воздействие как взятие управления как остановка в принципе асутп здесь мы стараемся применять приприотарные протоколы почему проприотарные не какие-то общие потому что проприотарный протокол чтобы сделать на него атаку необходимо сначала провести реверс инжиниринг этого протокола на транспортном уровне хотя бы и только потом уже вычислять какие-то эксплойты потенциальные вот ну и стараемся не использовать эзернет классическому виде а стараемся использовать битовые потоки по дифференциальным парам что также значительно снижает вероятность атак на наш асутп в то же время мы понимаем что есть и внутренние угрозы внутренние угрозы мы пытаемся нивелировать наш кейс такой сенсор анализ сетевого трафика то есть это решение которое анализирует весь трафик внутри нашей сети передачи данных и в случае какого-либо несанкционированного пакета любого пакета это сигнализируется сразу обслуживающему персоналу наверное вот эти вот вот эти вот средства они подходят не только для новых систем а что не самое маловажное для систем не функционально устаревших но устаревших с точки зрения требований по информационной безопасности то есть мы эти средства можем интегрировать в условно старые системы но естественно в новых системах в новых разработках мы используем рекомендуемые ГОСТом шифрование для этого у нас инженерный центр имеет лицензию в стек и фсб на разработку и распространение средств криптозащиты и информации вот и знаете тут хочется на самом деле поднять еще одну проблематику это отсутствие стандартизации в области моделей угроз то есть в чем проблема сейчас каждый разработчик АСУТП вынужден делать аудит своей системы и разрабатывать модель угроз ну по сути заново это значительно увеличивает стоимость системы для конечного заказчика потому что все равно в цене как мы знаем за информационную безопасность все равно платит заказчик ну в конечном счете мне кажется тут очень важно вести диалог именно в свете стандартизации разрабатывать документ который бы нам позволил стандартизировать все эти модели угроз а далее на основе данного документа разрабатывать типовые решения которые мы могли бы закрывать эти угрозы при той той или иной модели вот я наверное симфонии может быть и предназначен для такого такого возможно Михаил я не погружался еще спасибо а вот здесь по поводу того что делать стандартную модель угроз вот я честно говоря побаиваюсь потому что ну ну просто для металлургов стрелку перевести под поездом не является угрозой у них просто нет такой модели нет можно я понял я каждый раз тоже говорю что необходимо строить модель угроз и сделать стандартную модель угроз для железной дороги для трубопроката я можно поясню да что я имел ввиду как асутп это в принципе имеет классический три уровня человеческом человеком машине интерфейс там вычисление зависимости и устройство связи с объектами так вот я как разработчик асутп хочу видеть так называемый конструктор да то есть где я буду условно говоря ставить галочки ага я использую эзернет такие-то протоколы я использую и потом когда поставив это галочки я хочу прийти на рынок и взять стандартное решение и интегрировать его я не хочу за ним ну как бы как бы заходите к нам на стенд у нас есть система которая как раз по набору данных они строят вам картинку рисуют да онтологии система онтология заходите как нам написано у нас на стенде ребята эти стоят да кому нужно вот такие вот вот такие проекты интересуют по набору данных нарисовать конкретную конструкцию то есть пакет документов даже выдать то у нас над этим уже работаем обязательно и добавлю если поиграть с цифрами 15-20 52-10 это 42 а это ответ на главный вопрос жизни вселенной вообще есть такое ну и время еще есть нет время у нас 24 часа последняя фраза как бы вообще разделение труда это как двигатель прогресса да в целом я считаю что мы должны заниматься технологией технологией перевозочного процессора а люди которые информационной безопасности занимаются должны заниматься этой информационной безопасности и тогда вот будет это вот синергия и снижение затрат в целом Михаил спасибо большое мы узнали историю названия компании и еще раз проверили и убедились именно в важности оценки внутренних и внешних рисков на уровне СУТП у нас еще есть выступающий и я просил бы готовить вопросы потому что нам важно еще услышать пульс зала Алексей Кислов руководитель направления практики РП1С Алексей ну было уже несколько реверансов и будут еще наверняка вашу сторону но хотелось бы узнать куда вы смотрите вот этот шаг плюс один новые возможности просьба поделиться с участниками панельной дискуссии как вы смотрите сейчас на данные на промышленные данные и что видите в них нового спасибо да Андрей огромное спасибо коллегам также огромное спасибо за то что используют наши программные продукты я начну наверное не то чтобы с байки но с такого небольшого провокационного вопроса коллеги вы пробовали управлять автомобилем двигаясь прямо но при этом смотреть только в зеркало заднего вида пока не отвечаем так вот смотрите когда мы управляем современным бизнесом промышленная компания производство это сервис это торговля то есть для управления нам необходима современная информационная система то есть система ERP класс ну такая например как вот наша отечественная вот а ERP прекрасно справляется с задачами планирования распределения ресурсов заказом тех или иных материалов но есть один маленький нюанс ERP это система которая работает с цифрами с некими исходными данными и вот если у нас организационно сделано так что вся необходимая первичная информация информация по регистрации факта перемещений наработки выборки в систему вносятся то система информацию обрабатывает и для руководства компаний предоставляет необходимую информацию с необходимыми разрезами аналитик ну и так далее да а вот если мы с вами получаем такую картину что исходные данные для принятия решения вносятся в систему с огромным количеством то есть дельта времени запоздания ну вот организационно такая вот структура на том или ином предприятии мы собственно говоря ну видим да то что получается мы управляем по сути нашим бизнесом глядя в зеркало заднего вида то есть мы анализируем те данные которые были внесены там условно говоря энное количество времени и принимаем решения на основе тех данных которые не есть на текущий момент времени поэтому здесь задача интеграции интеграции классических систем управления систем ERP с достоверными промышленными данными безусловно важна но коллеги есть еще один важный момент вот давайте допустим будем управлять не автомобилем да опять же модные современные вещи будем управлять дроном будем управлять дроном виде картинку допустим через камеру а что будет если вот нашему дрону нашему оператору дрону картинку просто подменят то есть он будет управлять своим дроном видеть совершенно иную картинку что происходит допустим хорошо мы разобьем этот дрон он какие-то денег стоит много мало не так важно а если это промышленное оборудование которое стоит десятки сотни миллионов рублей то есть вот здесь сама технология имеет действительно плюс один плюс один то есть это технология кибериммунитета которая позволяет правильно подключиться к промышленному активу и при этом соответственно иметь достоверные данные для принятия управленческих решений и вот здесь еще один важный момент на который необходимо обратить обязательно внимание классические системы мониторинга производственного оборудования как правило ориентируются на показатели в часах для руководства компании для менеджмента все-таки часы важный показатель но ключевым являются деньги и вот здесь именно юрпи система позволяет пересчитать вот те самые часы в реальные деньги оценить стоимость простоя оценить стоимость переналадки ну и так далее то есть мы действительно переходим вот к реальному показателю к деньгам вот такой интеграционный комплекс вот когда мы там первый раз заявили буквально наверное год назад здесь на проме у нас был некий прототип на стенде мы спустя год проработали на пилотном проекте вот наши коллеги из-за протеха из компании синемекс из компании кт сегмент участвовали на базе реальной производственной площадки на базе полиграф маша и получили результат что там 15-10% операционных расходов можно действительно оптимизировать на производство за счет более правильного умного управления активами и это очень хороший результат очень действительно очень красивый показатель для бизнеса результативный эффективный и вот сегодня уже можно посмотреть не просто на прототип можно посмотреть как это работает в реальной жизни поэтому хочу пригласить вас и на стенд лаборатории Касперского и на стенд фирмы Одинесова второй павильон рядышком прям совсем совсем рядышком поэтому приглашаю посмотреть расскажем покажем и действительно коллеги научим управлять сквозь лобовое стекло и не смотреть в зеркало заднего вида двигаясь прямо спасибо Алексей спасибо Борис пару слов скажете гостям сессии поприветствуйте нас да очень важное замещание не забывайте но согласитесь смотреть в него видя чистое лобовое стекло проще чем просто смотреть задний вид спасибо это была ремарка Бориса Нуралиева коллеги пожалуйста сейчас есть немножко у нас минут 5 наверное чтобы быть во времени на вопросы из зала поднимайте руки представляйтесь задавайте вопрос желательно сказать кому вы зададите вопрос вопросы про крепкий орешек не принимаются они сразу займут много времени на ответ спасибо есть вопросы да есть вопрос вот просьба помочь микрофоном спасибо меня зовут Ольга поздняк продюсер проекта кода информационной безопасности мы давным-давно развиваем эту историю проводим различные конференции в городах и у меня вот вопрос к Евгению Касперскому Евгения какие инициативы лаборатория Касперского сейчас реализует чтобы донести важность информационной безопасности именно до руководства компаний вот вы немножко касались сегодня этого вопроса чтобы этим были озабочены не только руководители служб информационной безопасности но и топ-менеджмент доверенная платформа например это как бы работа ведутся на уровне нормативки что по крайней мере критическая инфраструктура должна быть строится в какой-то я точно про сроки не скажу будет строиться на принципах секьюрный дизайн дальше пойдем тоже шире и будем как помогать как объясняя так и пользуясь услугами государства которые иногда умеют принуждать куда деваться то есть в этом смысле со стороны государства чтобы именно все эти нормативные акты они в качестве мотивировали топ-менеджменты и вот этот указ президента который недавно вышел конечно хорошо спасибо Ольга спасибо за вопрос коллеги есть еще вопросы да еще есть вопрос будьте добры вот сюда не поделаешься у него есть индивидуальная метка дальше все хранится вот я тоже не успел сказать 1с мы тоже все делаем на 1с вот хранится в базе данных которые защищают как раз антивирус касперского все единственно конечно есть мобильное приложение там есть уязвимости я даже в них там уверен вот но ну теоретически можно взломать и переделать на другую но это очень тяжелые моменты зачем это надо а так это стопроцентной гарантии потому что у вас метка идет каждый метр можно каждый полметра это как как угодно потому что себестоимость там не сильно вырастает там вопрос рублей вот соответственно дальше ничего невозможно потому что если ты вешаешь например на барабан у нас есть тоже решение на барабане вот это есть у мирового производителя призмен тоже такое решение то от барабана можно отмотать на другой перемотать и все там кручу-верчу запутать хочу и раз ваш кабель превращается там совершенно другой метка перевешивается туда куда нужно а здесь уже ничего не сделаешь но здесь только вандализм если ну будет уже сразу видно что все повреждено такой кабель никто дальше не возьмет по поводу мобильных устройств очень скоро будут тоже иммунные мобильные телефоны планшеты и будет счастье ждем я вот сейчас готов показывать прототип пальцекрестиком что у нас на следующем анапроме вдруг будет кое-что поинтереснее чем прототип спасибо за вопрос за комментарии коллеги еще есть время для одного вопроса да будьте добры сюда микрофон ну у меня не вопрос у меня некоторая ремарка олег чувардин управление встек россии по уральскому федеральному округу василий викторович нам задал так сказать тон нашего мероприятия каждый из спикеров касался темы информационной безопасности я с вами со всеми согласен но я бы еще вот о чем сказал и ольга поздняк кстати сказала как нам мотивировать руководителей да очень очень просто наше федеральное законодательство уже всех мотивирует первый это 149 федеральный закон говорит о том что операторы информационных систем обязаны принимать меры защиты информации 152 федеральный закон о персональных данных также обязывает операторов информационных систем персональных данных принимать меры и 187 федеральный закон тоже обязывает принимать необходимые меры вот на это я как раз хотел бы обратить внимание Бизнес, развитие, это все понятно и все хорошо. Но собственники систем информационных именно обязаны принимать необходимые меры по защите информации. У меня все. Спасибо. Спасибо. То есть это баланс между ответственностью и возможностью принимать решения. Ольга, у вас второй вопрос, да? Нет, маленькая марка на одну секунду. Просто кому захочется глубже погрузиться в тему промышленной кибербезопасности, в даты Иннопрома в четверг. Будем проводить прям большую конференцию. Кому будет интересно, приходите кодобой индастриал назову. Спасибо вам большое за анонс. Коллеги, мы подходим к завершающей части. Я бы попробовал симпровизировать сейчас, попросив каждого из наших панелистов, за что огромное спасибо, попробовать в терминах либо работы, оркестра, либо каких-то музыкальных направлений, но у Дмитрия вот проще, он уже обозначился, сказать какую-то ремарку. То есть, что вы видите для себя, как, ну, некие такие задачи, может быть, на Иннопром 23, но попробуйте все-таки вот в целях именно фокуса на симфонии, оркестре, каком-то инструменте, попробуйте на аналогии сыграть, если это возможно. Буквально пару слов. Спасибо. Ну, например, Дмитрий, я уже сказал, что, да, что это трубы, то есть, у вас духовые инструменты. Будем играть на очипированной трубе. Да. Вы за открытый оркестр или у вас профессионалов хватает для того, чтобы ваш ансамбль был, собственно говоря, такой, ПАО-ТМК? Нет, мы всегда за кооперацию, мы понимаем, что, ну, так вот, кроме шуток безопасность, эта история такая общая, поэтому мы всячески пропагандируем и отраслевые, и кроссотраслевые мероприятия, поэтому надеемся, что этот оркестр будет открытый, и чипы в наших трубах будут киберимонными. Спасибо. Можно в прозе, если кому-то с музыкальной тематикой сложнее? Да. Ну, я бы, конечно, хотел бы видеть в этом году, как любой там оркестр, спектакль, все начинается с афиши и программки. Вот, хотелось бы видеть, чтобы к осени от нашего там правительства, которое сейчас оказывает нам, ну, реально очень хорошую поддержку, была вот такая программка, написанная афиша, вот, что же все-таки этот оркестр-то будет играть, и под это уже, соответственно, подстраивать. Потому что я вот сегодня могу вспомнить, у 15-20 тоже есть, есть прям такой вот, не колокольчик, а там прям кусок рельсы, и по ней бьют. Забыл, как называется инструмент, это реально такой инструмент. Вот это, как, как, рында, вот, соответственно, либо рында, либо чипированные трубы, либо, может быть, там, ну, с кабелем что-то тяжело, мы будем на дудочке, может, играть, либо на барабанах. Ну, подсказывают у вас, да, струнная тематика. Ну, хотелось бы, конечно, видеть афишу и программку, вот, под это будем подстраиваться. Спасибо, коллеги, финальные комментарии. Да, компания «Новосталь» готова треугольник, вот такой дзынь, и барабанные палочки. Очень тяжелые, но очень по-российски. Спасибо, отлично, Алексей. Ну, и чего не хватает, наверное, это вот каких-то, именно таких решений по гипербезопасности, которые сейчас ушли с рынка. То есть, да, «Касперский» — это больше упор на программное обеспечение, но вот в ту сторону нужно идти, и сейчас прямо это необходимо всему рынку. Спасибо. 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 Ну, на самом деле, это главный принцип отличия офисных систем безопасности от промышленных. Как раз не нарушение технологических процессов, это является условием номер ноль. Я же, со своей стороны, хочу, опять же, у меня немножко тост, наверное, получится. У нас есть понимание, есть технологии, есть обучение, есть государство, которое нам помогает с нормативками самыми разными. Поэтому у нас есть все для того, чтобы фраза «вы, друзья, как не садитесь», была совершенно не про нас. То есть, Евгений всех в консерваторию загоняет, правильно, пока? Да, абсолютно. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. С нами были очень уважаемые опытные эксперты. Давайте поаплодируем всем, кто сегодня принимал участие. Спасибо. Всем хорошего дня. Первого дня инопрома. Спасибо. Спасибо.